привет друзья меня зовут виталий и это очередной выпуск блога часах и сегодня у нас тема rolex яхтмастер изгой или серый кардинал не задают часто вопросы стоит ли мне приобрести яхтмастер что я думаю о данной модели вообще что это такое с чем не едят ну давайте разбираться я нашел определенное количество информации записал себе несколько интересных и фактов начну с того что мне очень нравится яхтмастер 40 миллиметровая версия только лишь 40 миллиметровая версия например яхтмастер 2 я вообще это наверное наверное единственная модель rolex которую я не до конца понимаю мне она откровенно не нравится яхтмастер 2 не понял эту модель яхтмастер 42 миллиметра который вышел не до конца тоже еще понял хотя у него есть свои плюсы но давайте остановимся все-таки на 40 миллиметровой на классической версии я для этого видео специально надел rolex sabmariner 1140 60 еще в макси кейсе данный модель я приобрел в 2018 году давайте начнем с того что первый раз модель появилась в одну тысяча девятьсот девяносто втором году вообще как линейка 40 миллиметровая версия модель 16 628 это была полностью золотая версия с белым циферблатом и внутри стоял калибр 3135 вообще какие были предпосылки к тому чтобы появился rolex яхтмастер главная идея состояла в том чтобы сделать часы которые были бы похожи на сабмаринер которые бы повторяли его философию но были больше близки к именно лакшери сегменту часов потому что сабмаринер на тот момент это были такие брутальные часы настоящий тулбоч которыми они и остаются быть но их восприятие в обществе было немного другое то есть люди которые носили часы и те профессии которыми они занимались они немного не совпадали именно с философией лакшери поэтому было решено сделать еще одну линейку которую назвали яхтмастер главное отличие от сабмаринер уже в первом яхтмастере можно было сразу понять это то что на тот момент на 1992 год был сабмаринер в производстве 16 610 16 610 и корпуса нового яхтмастера вернее яхтмастера который был выпущен в девяносто втором году они были похожи действительно похожи несмотря на то что даже яхтмастер он был более более закругленный после того как появился корпус макси кейс то безусловно там отличия от корпусов сразу же были видны поэтому яхтмастер выбирают выбирали многие например кому не нравился корпус макси кейс потому что яхтмастер напоминал как раз таки тот предыдущий корпус сабмаринера который еще был в пятизначном референсе главное отличие которые сразу же бросаются в глаза это безусловно отличие корпуса то как он выглядит это то что нету микро настроек не нет угла и блока в застежке есть только из линк в последних версиях 42 миллиметра появился не такой себе укороченный вариант глайд блока но 40 миллиметров версии стоит все еще из линк то есть возможности такого таких классических микронастроек которые мы привыкли в понимании микронастроек в яхтмастере нет то есть там есть так называемый изи линк вы можете просто переставлять с одного с одной позиции на другую и либо удлинять либо укорачивать браслет на приблизительно с шагом пять миллиметров следующее отличие это то что несмотря на то что в яхтмастере стоит также заводная головка с системой 3 блок которая например соборина обеспечивает водонепроницаемость 300 метров яхтмастере с водонепроницаемость всего 100 метров даже несмотря на то что там тоже есть 3 блок но это обусловлено как раз таки первое это философия данных часов то есть они не брутальные дайверские часы не брутой не брутальный ту лочь то больше часы которые от нас относятся к лакшери миру поэтому у них нет 300 а 100 метров водонепроницаемость и конечно это отличие в самом корпусе потому что корпус все равно отличается от корпуса строения корпуса от сабмаринера я нашел один интересный факт который связано с корпусом ойста в 2009 году константин стикас брал интервью у джеральда джента и он его спросил из дыр бочью лайк дизайн и джеральд джента ответил он спросил его есть ли какие-нибудь часы на рынке которые бы вы хотели спроецировать или быть автором этого дизайна на что джеральд джента ответил айваград not having design the rolex oyster because to me it presents the biggest success in watchmaking он сказал что он очень жалеет о том что он не спроецировал что он не создал дизайн корпуса ойста потому что это является одним из самый с ним из самых больших успехов в часовой индустрии корпус ойста это очень значимая страница в истории rolex потому что как раз таки его появление ознаменовала эту этот спортивный акцент всех моделей практически всех моделей rolex все еще остается в линейке такая модель как чили не ли они мы поговорим в одних и в одном из следующих видео но все равно как раз таки модели rolex воспринимаются как спортивные модели то есть модели с корпусом ойста с браслетом ойста безусловно есть браслеты джубили но такие классические понятия это как раз таки идет отсылка именно к ойста существует и существовало несколько разных модификаций также размерных модификаций такие как например 35 миллиметровые версии 29 миллиметровой версии на данный момент существуют версии 37 миллиметров 3 40 миллиметров и 42 миллиметра если мы говорим о классическом яхт мастера я открыл себе все модели которые есть ну давайте начнем с того что я буду говорить только лишь о 40 миллиметровых моделях модели на которые я лично обращаю внимание если бы у меня не получилось приобрести мой сабмаринер то я сто процентов смотрел бы в сторону яхт мастер потому что данная знаком с данными моделями знаком я видел вживую несколько раз и уже несколько раз я отказывался от от приобретения даже несмотря на то что я стоял в очереди все-таки как-то самарина полностью перекрыл наличие такого спортивного дайвера и я не вижу надобности в том чтобы был еще яхт мастер но если бы я лично выбирал себе яхт мастер то это был бы яхт мастер с синим циферблатом это референс 126 622 нем стоит уже новый калибр 32 35 не хочу затрагивать сейчас тему сравнивать новые калибры 32 35 против 31 35 я для себя хотел бы именно версию суп 31 35 потому что это просто безотказная машина которая завоевала заслужила всю свою репутацию десятилетиями что касается 32 35 даже несмотря на то что это калибр rolex но я уверен что должно пройти еще определенное количество времени для того чтобы я сформировал об новом механизме rolex свое окончательное меня не говорю что он плохой или он супер хороший но я к нему отношусь еще еще довольно так на начальных стадиях следующая модель которая также привлекает мое внимание это бикалорная модель яхт мастер тоже 40 миллиметров с шоколадным циферблатом это референс 126 621 все точно такой же механизм также стоит 32 35 вообще часы сами по себе намного смотрятся намного контрасте они намного броски их намного сложнее не заметить чем тот же самаринер который считается самыми узнаваемыми часами то ведь мне но яхт мастер заметит у вас на руке намного быстрее чем любой саммаринер будь то даже халк или или какой-либо другой или может быть смурс на синим циферблатом яхт мастер и в этом плане для меня привлекательнее потому что на них приятнее смотреть они совсем по-другому играют со светом у них совсем другие краски да у них есть циклоп фанатом которого я не являюсь но тем не менее именно контраст цвета контраст материалов платиновый безель синий циферблат например мой фаворит это как раз таки синим циферблатом и с красной секундной стрелкой я видел часы вживую но очень интересно смотрится есть конечно еще модель с матовым циферблатом тоже бикалорная эта модель 126 621 них одинаковые здесь референсы еще раз перепроверю у бикалорных да у них одинаковые референсы что у циферблата главный референс у них есть еще окончание референсы минус 001 или минус 002 которые непосредственно отвечают за цвет циферблата но у этой модели референсом главный он неизменный на первом месте чтобы я выбрал лично для себя это циферблат синий циферблат и может быть потом как раз таки бикалорная версия с шоколадным циферблатом версия с черным матовым циферблатом я видел вживую как она мне не сильно доцепила как раз таки именно тот факт как смотрится матовый черный циферблат но не совсем моё это такое на любителя чисто моё субъективное мнение что касается яхтмастер 2 я даже пока не буду высказывать на эту тему свое мнение потому что часы мне не понравились совсем я их не понял это не значит что они плохие но абсолютно не мой выбор что касается золотых версий например есть яхтмастер 40 миллиметров золотая версия на ойстер флексия и точно так же есть например 42 миллиметровая версия тоже на ойстер флексия и 37 миллиметровая версия на ойстер флексия кому что подходит 40 миллиметровая версия на ойстер флекс полностью золотом корпусе вживую я тоже видел красивые часы броские часы часы которые намного больше говорят о том сколько они стоят легкие удобные матовые матовая вставка на без или мне не совсем зашла не было бы намного интереснее если бы она была такая же такой же глянцевый кира хром что касается 40 миллиметровой версии с циферблатом с темно-серым циферблатом из ярко-голубой надписью яхтмастер и серка голубой стрелкой тоже интересный конечно да есть своя изюминка с этой ярко-голубой стрелкой но по сравнению с остальными эта модель чисто мое мнение не нужно этого воспринимать как методичку или как призыв действий но для меня она показалась немного блеклой то есть модель как бы потерялась нет того контраста если кому-то может быть такое как раз таки нравится если как раз таки и вы ищите яхтмастера который будет не так броско смотреться то безусловно обратите внимание на модель серым циферблатом это референс 126 622 как раз таки такой же референс у нее главный референс тоже как и у модели с синим циферблатом давайте перепроверим до 126 622 что касается наличия так прошлый раз мне звонили на тему наличия яхтмастера с синим циферблатом это был это был конец 2020 года то есть приблизительно год назад мне звонили никаких яхтмастеров наличие сейчас нет может быть я видел в одном бутике если мне не изменяет память была как раз таки 40 миллиметровая версия золотым корпусом на ойста flex но остальных и любил бикалорных на данный момент в прямом наличии нет нужно записываться в очередь и ожидать сколько нужно будет ждать ну я думаю зависимости от бутика зависимости от страны от двух месяцев до может быть года если например мы говорим о синем циферблате он один из самых востребованных среди яхтмастеров но их в любом случае получить легче чем например те же саморен норы потому что спрос на яхтмастеры меньше но почему способных мастер из вырос почему он стал все равно больше потому что он столotti мастер и как раз таки потянул за собой именно си баринер потому что невозможно было получить со мариным люди переключились на то что выглядит как самаринер но не совсем им является мне еще задали вопрос поменял ли бы я например мой сабмарина 1140 60 на пускай даже бикалорный яхт мастер не поменял бы не поменял бы в первую очередь из-за того что там водонепроницаемость 100 метров хотя я уверен не бы и хватило но сам факт наличия водонепроницаемости 300 метров мне улыбается намного больше ну и начнем с того что я не люблю глянцевую полировку которая как раз таки присутствует на центральных линках у яхт мастера и у них мастера нет гладь блока микро настроек что касается полировки я люблю больше сатинирование потому что сатинирование старится совсем по-другому она она принимает царапины совсем по-другому она принимает разные потертости совсем по-другому глянцевая полировка она выглядит хотел сказать слово не так респектабельно когда она уже сильно поцарапана но позади наверно скажу не так респектабельно вот не знаю глянцевая полировка как раз таки спустя два-три месяца активной носки она выглядит просто убитой в хлам вообще я его не знаю никогда и и особо не не переносил никогда и особо не любил поэтому мой выбор это сатинирование поэтому свой самарина на мастер я менять не собираюсь мы мысли таки нет мысли мысли таких нет принципе я не знаю зачем это делать стоит отметить интересную тенденцию то что большим спросом начинают пользоваться первые версии яхт мастеров а именно пятизначные референсы из девяностых из начала начала двухтысячных они начинают потихоньку расти в цене их начинают найти все сложнее и сложнее если еще пять лет назад такую модель можно было привести за пять с половиной шесть тысяч семь тысяч семь с половиной тысяч в идеальном состоянии евро то сейчас они потихоньку начинают ползти 9 10 11 12 этот остальные версии на сталь с платиной полностью золотые версии безусловно довольно всегда были в цене но все равно 5-6 лет назад они были намного дешевле от того где они есть сейчас особенно как раз таки первая версия полностью золотая с белым циферблатом пользуется сумасшедшим спросом и последнее время я встречала их за суммы которые в хорошем состоянии которые доходили буквально до 40 тысяч евро поэтому как вы видите спрос который был на модели самарина точно также потянул за собой и спрос на яхт мастер но сейчас есть уже такое определенное движение фанатов непосредственно только лишь яхт мастер то есть она на стадии зарождения то есть то люди которые повернулись к выбору в сторону яхт мастера не из того что у них не получилось приобрести сабмаринер а именно им нравился яхт мастер на первом месте великолепная модель повторюсь если бы я выбирал первые часы невозможно было бы приобрести сабмаринер то я однозначно смотрел бы в сторону яхт мастер это был бы наверно один из моего первого выбора отвечая на вопрос что же такое яхт мастер изгой или серый кардинал хочу сказать что если он даже когда-то и являлся изгоем то он уже начинает потихоньку двигаться в сторону все-таки серого кардинала и у него зарождается свое собственное движение это уже не просто альтернатива как когда у вас не получилось приобрести сабмаринер то ну ладно я приобрету себе яхт мастер так уж и быть нет все таки люди начинают смотреть уже на него как и на свой первый выбор поэтому он все стремительнее и стремительнее движется к званию серого кардинала друзья что вы думаете на тему яхт мастера какая ваша любимая модель рассматриваете ли вы данную модель приобретению или может быть вы даже приобрели обязательно поделитесь вашим опытом и вашими мыслями в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал ну а мы увидимся с вами в следующем выпуске пока